Продолжение следует... Я работал в КТП 1628, заболел, меня после болезни уволили в суд первой инстанции. Вы начали судиться, да? Да, я начал судиться, суд поддержал Шиина, это директор КТП 1628, поддержал его. Это в этом году уже, да? Это еще с того года, да? С 15-го? Да, с 15-го. В 15-м году, меня в феврале уволили в 25-м. Суд, Верховный суд частично, но это опять же в Полтаве. Вы в апелляционном суде были? Да, в апелляционном суде был, потом Верховный суд. Верховный суд постановил, чтобы рассмотреть, опять же, что смотреть дело в апелляционном суде. Вернули обратно, да? Да, но когда будет, я не знаю. Ну, что незаконно, то они написали, что действительно незаконно меня уволили. И вернули в апелляционный суд, когда он будет, я не знаю. То есть не возвращали на районный суд, а вернули в апелляционный суд в областной? Да, да. Понятно, понятно. А вообще, вы просто были неудобным человеком на этом КТП? Конечно, конечно, начал. Во-первых, там началось с того, что мы уволили директора бывшего. Забыл даже, как его назвать. Ну, не важно, не важно. Фамилию помнится. Бахтияру Буйдулаевич. Ну, там тяжелое, там тяжелое, да. Вот, а потом начал добиваться, создал профсоюзную организацию и начал добиваться за то, что людям не платят за переработку, заниженные разряды, переработка, незаконные увольнения. В общем, стал неудобным. Понятно. И они воспользовались болезнью, и меня уволили. А чем они мотивировали ваше увольнение? Тем, что производство тяжелое и опасное. То есть, вы по здоровью не можете дальше работать? Да, я не могу. В суде спрашивали, судя спрашивал. Ну, если у вас такое тяжелое производство, вредное, тяжелое, почему у вас нету... Первая, первая, не категория, списка. Почему у вас нету списка? А кем вы работали? Водитель погрузчика. Водитель погрузчика. Это прямо в КТП или на этих самых, на полигонах по отходам? Нет, прямо на КТП. На КТП, да? Убирали улицу, да. Ага, улицу убирали. И на этом основании они решили, что вы не можете заниматься этой работой и дальше. Да, да. Сколько вам лет, извините? 58. 58, то есть вы до пенсии даже не дожили. А на что же вы живете, извините? У меня же третья группа. Третья группа инвалидности. Третья группа инвалидности. Понятно. Но есть надежда на то, что вас восстановят на работе? Суд Верховной инстанции вынес решение о том, что меня уволили незаконно и восстановить. Ну, частично мне это восстановить. В общем, еще Полтавский суд. Не состоялся. Да, не состоялся. Вот как решит Полтавский суд? Вот так. Понятно. Хорошо, спасибо, Сергей Петрович. Я вам желаю успехов. Спасибо. Чтобы вам восстановили. Спасибо. Я еще хотел сказать за КП спецсервис Кременчук. Это где передерживают собак. Значит, там получилось такое, что людей начали давить. Это тоже члены независимых профсоюзов. Начали давить. Это Павленко Владислава Валентиновна и Коржова Ярослава Валентиновича. Их начали давить в том смысле, что им начальник там Резников и его зам Кожушка. Они сказали, что им в мэрии сказали, чтобы они уволили. В смысле, в госполкоме. Мэрия это какое-то неправильное слово. В госполкоме. В госполкоме, да. В госполкоме, да. Вот здесь. Да, да, да. Им сказали, чтобы они уволили людей. И они их давили. Павленко два раза была в больнице. Это в этом году уже при новом городском голове или еще при прежнем? Начали с прежнего и закончили этим. То есть преемственность власти соблюдается? Да, да, да. Месяц назад, буквально, еще месяца даже нет. Они уволились по собственному желанию, потому что здоровье дороже. Понятно. Это Резников и эта Кожушка, его зам, уже дошли до того, что ходили на службу к мужу Павленко, он военный у нее. Так они ходили к командованию и требовали, чтобы командование уволило мужа из-за жены. Вот так вот. Какие они крутые, однако. Об этом надо рассказывать. По ней ей выносили три выговора Павленко. Мы все три выговора сняли через суд. Но все равно им не имется. И Коржов. У него было два выговора. Тоже все через суд сняли. Ну, я же говорю, у людей здоровье дороже, и они уволились. Да, хорошо. Это очень интересная информация о том, как сегодня работают нынешние городские власти. И чем они отличаются от прежних. Вот могу вам дать копии решений судов. Они сейчас у Сергеевича, Сергеевич пошел, у Ложкова. Пошли на переговоры. Выйдут, я могу вам дать копии. Продолжение следует. Спасибо.